Проснись. Ну, Джеки, вставай. Всё хорошо. Ну вот. Всё закончилось. Ты упал с кровати. У тебя кошмары, Джеки. Ты опять не пьёшь свои таблетки. Винни. Я ничего не понимаю. Это... Это ад? У нас новая фантазия. Это же тьма. Так ведь? Это всё обман. О, Джеки. Что такое? Опять ты заладил своё. Тьма — это выдумка. Ночной кошмар. Что? Прости, парень. Я знаю, ты совсем запутался. Твои кошмары — часть болезни. А ты не хочешь лечиться. Давай так. Ты примешь лекарство до завтрака, а я не скажу доку про кошмар. Всем привет, мои дорогие зрители. Вы спросите, кто я сейчас? А я не знаю. Я думаю на ребрендинге. Так что пока просто смотрите видосик. Я вас всех приветствую. Так, Дженни, I'm sorry. О, подсвечивается. Как там было? В общем, Дженни, изви меня. Я не хотел тебя потерять. И так далее. Что-нибудь нужно? Да не-не-не, я сейчас... Дженни из моя... Бла-бла-бла. Прям реально, что ли? О. Ха-ха. Джеки, я так горжусь тобой. Да. Прикидон, конечно, так себе. Что-нибудь нужно? Ацуки. Даркнесс первый. О, ангел. Ну ладно. О, динозаврик. Забавно. Работай. Че там, че там? Дайте посмотреть. Блин. Я не прыгать ничего не могу. Я ничего не могу. Не прыгнуть, не сесть, не встать. Секьюрити. Я тебя не знаю. Уборщик. Боюсь, он регрессировал к состоянию сложного когнитивного расстройства. Его мысли в полном беспорядке. Ужас какой. Ладно, надо со всеми поговорить. Эй, Джеки, у меня есть кое-что. Большое, Джонни. Умоляю. Скажи мне, что это? Это проделки тьмы? Так я им и сказал, но они не верят. От компов у них рукава грязные. Я хотел внести твою ракету, но она не влезла. Больше на улицу не пойду. Джонни, помоги мне вытащить отсюда Дженни. Думаешь, есть какой-то тайный ключ ко всему? Сегодня вторник. Прими лекарство и дадут кусок мяса. Дерьмо. Что-то не так с моей головой. И не только. Слишком светло. Ага. Скоро что-то произойдет. В конце все становится ясно. Ты умеешь смотреть вперед? Я нет. Свет же кривой. Иногда даже за угол заворачивает. А, вот и Джерри. Он на 10-ярдовой линии. Проходит полузащитника. 20 ярдов. 30, 40, 50, 60. Походу ему совсем плохо. Не ори. Ладно, это походу долго можешь продолжать. О, Дольфо. Что за хрень тут творится? Я бы хотел стать художником. И ты тоже. Зарубка на память. Никогда больше не начинать войну на два фронта. И никогда больше не подходить к Москве ближе, чем на 200 миль зимой. У, да, и не забыть купить в аптеке цианистый калий в капсулах. Не. Кто еще? Ты? Давай, Рубей, это он. Это не он. У него глаза слишком близко. О, облом. Ну же, скажи что-нибудь. Хоть что-то. Мы работаем над планом побега. Переоденемся пластырем. Да. А вдруг мы не сможем его отодрать? Вот, спасибо. Это же мои эти руки. Эй. Эй, ты. Кто, я? Не ты дурак. Он, тот волосатый. Я лысый. Давай, чувак. Смотрите, это мои руки. Вот одна. Острая, другая нет. Мы ему не нравимся. И он мне не... Даже так? А ты кто? Птичка, скажи что-нибудь. Уходи. Курить хочется. Понятно, ничего не скажет. О. Да я уже поспал. Тони, умоляю, скажи мне, ты знаешь, что происходит? Фасоль горькая. Боже. Ничего не знает. А вы, ребята? Блин. О. Ладно, сначала к нему зайдем. Ты кто? Как у нас дела, Джеки? Главное, не забывай принимать лекарства. Кто ты? Я не вижу имя. О. Мне кажется, кто-то опять забыл принять должность. Ну, пока... Ладно, ладно, ладно. Джеки, тебя ищет доктор Джеймс. Хочет поговорить с тобой. Все хорошо. Ты большой молодец. Просто зайди к нему. Да, я напоминаю, я случайно еще раз убил не того. Я думал, что первый раз, когда приходилось, что-то щелкнул. Ну, потому что я щелкнул, когда выстрелили левую клавишу. А левая была как раз убить его. А там, походу, тоже стоял таймер. И по умолчанию убили другого. Вот его. У тебя убили. Ждет Джеки. Я сам это видел. Фрэнк был мертв. Все хорошо, Джеки. Загляни к доктору Джеймсу. Джейми? А, Джеки, заходи. Я хотел тебя увидеть. Садись, пожалуйста. А? Что происходит? Разве ты не видишь, Джимми? Тьма внутри. У нас в головах. Ты имеешь в виду тот голос, что звучит у тебя в голове, Джеки? Который заставляет тебя делать дурные вещи? Ты правда в него веришь? Я больше не собираюсь обходить этот вопрос. Нас с доктором Виком беспокоит, что ты продолжаешь сочинять новые выдумки. История о мафии хороша только в кино, Джеки. Ты не глава мафиозной семьи, ты наш пациент. А мы помогаем тебе выздороветь. Здесь что-то не так. Зачем вы меня тут держите? Ладно, Джеки, только не горячись. Доктор Джеймс хочет помочь тебе. Эдди? Ты вообще что творишь? Джеки, я знаю, что ты возбужден. Но я хочу слышать твой спокойный голос. Голос тьмы? Пускай помолчит. Ладно, я хочу поговорить с Дженни. Хорошо, я тебя не держу. Эдвард, проводите его к Дженни. Идем, Джеки. Только не нервничай, Джеки. Да, конечно. Как скажете, док. Хаттфу, я на тебя. Не нервничай. Теперь пойдем к Дженни, парень. Ну, веди. Я сам дойду. К Дженни. Джеки, тебе снова назначили терапию. Это очень хороший знак. Ты что, врач? Это нехорошо. Доктор Вик спрашивает, как у тебя дела? Он беспокоится о тебе. Как и все мы. Дженни, я не знаю, где мы, но я вытащу тебя отсюда. Зачем мне бежать отсюда, Джеки? Это моя работа. И я хочу помочь тебе. Нет, только не ты. Только не ты. Да что происходит? Просто успокойся, Джеки. Все будет хорошо. Итак, в прошлый раз ты рассказывал мне о своих видениях. Кажется, ты сказал, что ты был главой мафиозной семьи, и что на твой дом? Ты сказал, напали те, кто хочет отнять у тебя тьму? Не так? Это не видение. Все так и было, я уверен. Я знаю, что ты в это веришь, Джеки, но... Дженни, выслушай меня. Я думаю, это ад. И ты заперта здесь. Я пришел спасти тебя. Да, я понимаю, почему это место порой кажется тебе адом. Но это всего лишь больница. Поверь мне. Пожалуйста, здесь все хотят помочь тебе. И все. Я не знаю, что здесь творится, Дженни. Ты умерла. Я сам видел. Мы это обсуждали, помнишь? Когда ты не пьешь лекарств, то ты не можешь отличить реальность от вымысла. Уровень серотонина падает, и ты видишь кошмары и думаешь, что это воспоминание, но этого никогда не было. Но моя семья, мои друзья. Тьма. Джеки, это иллюзия. Мы с доктором Виком составим план лечения. Будь умница, и мы сможем часто видеться, окей? Ты в порядке. План чего? Что? Дженни, ты не понимаешь. Ты в большой беде. Я тоже. Уходим отсюда. Быстро. Джеки, нет. Здорово, грибыш. Тревога. Тихо, Джеки. Руки прочь. Все же было так хорошо, Джеки. Тихо, тихо, Джеки. Мы тебя не обидим. Убери шприц. Джеронима! Джонни, на меня. Джонни, ты не засел. Уберите его, пожалуйста. Беги, Джеки! Вернись, Джеки! Быстрее в бункер! Скажи, я веса держусь! Может, свеклы съел? Давай-давай, я бегу-бегу. Он бежит к двери! Вернись, Джеки! Эй, сюда. Там тебе нечего делать! Блин, успел прочитать. Знаете, пока рот продолжается, у тьмы всегда будет хозяин. Я узнал это в пять лет. Я проснулся среди ночи. Папа сидел на моей кровати с большим ножом в руках. Я до сих пор не знаю, хотел ли этот долбанный псих спасти меня от такой судьбы? Или боялся, что я займу его место? Какая разница? Установи это, Джеки. Джеки, боже! Невероятно, ты живой! Ты сказал, что тьма не даст тебе умереть, но я не верил. Всего четыре дня назад тебе стреляли в лицо! Я схожу с ума. Джеки, я даже не знаю, как сказать тебе об этом. Но, в общем, сегодня хоронят тетушку Сару. Господи, господи! Это моя вина. Из-за меня ее убили. Этот урод Брэк, он выстрелил в тебя, а потом Сара... Джеки. Мне так жаль. Боже, все катится к чертям. Ребята выбили братство. Но ты сам знаешь, что они еще придут, да? Мы не можем отдать тьму братству, Джеки! Они ее не получат. Тьма. Тьма одержит Дженни. Она хочет смерти этих уродов из братства. И извлекатель, иначе Дженни останется там навсегда. Джеки, извлекатель в руках тьмы? Это плохо. Очень плохо. Она будет ужасно сильной. Она подчинит тебя с концами. А есть выбор? Я не отдам ей Дженни. Джеки, Джеки, постой-ка. А что, если ее нет на самом деле? Вдруг тьма играет с тобой. И это не Дженни, а? Нет. Она. Я знаю. Чувствую. И что-то будешь делать? Пойду на похороны тети Сары. Потом перебью кучу народа. Будь осторожен, Джеки. Братство хочет получить тень любой ценой. Любой! Думай, 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 думай. А черт, не могу собраться. О чем думай-то? Ладно, у нас есть полторы тысячи. Так, эту ветку мы полностью закачали. Оружие. Чтоб налить оружие силы. Нет. Кушает емкость магазина, абонент для всех видов оружия. Нафиг надо, у нас пока не так уж мало. Так, при убийстве с помощью вампирицкой казни дается больше здоровья. Нафиг надо. Схватите ослабленного врага и нажмите 4, чтобы выполнить демоническую казнь за щит и от тьмы. О! Оглушенный и избитый врагов можно легко схватить еще долго после того, как они от... Ага. У демонического щита больше очков прочности. Ага. Совершив киллерскую казнь, вы получаете больше боеприпасов. Ага. схватите ослабленного врага и нажмите 3, чтобы выполнить грубую казнь и ускорить перезарядку в собственности рой и оружие тьмы. Блин, грубая казнь или щит? Блин, мне интересно просто, что за грубая казнь? Перезарядка. Ну, то есть, они вот этот усиливают. В целом, мне нужен только вот этот и вот этот. Вот эти пока сильно не очень нужны. Потому что демонические герои и оружие тьмы... Да я их не использую. Мне просто по приколу построить убийство. Давайте начнем считать тьмы. Да. Ладно, ладно. Подумай. Мы отомстим всем. Вроде волосы на месте уже хорошо. Ну, блин, я маленький. Чувак, как ты? Эй, Джеки. Здорово. Когда тебя подстрелили, мы вышибли отсюда остальных. Они не успели тебя утащить, но мы многих потеряли. Эдди, мне правда очень жаль. Хреново все вышло, босс. Он тут ни при чем. Он только начал приходить в себя, возиться с этой дурацкой лодкой. Хреново. Те, кто это сделал заплатят эти. А как же? Я извини, босс, вырвалась. Просто знаешь, он только начал приходить в себя. Знаю эти. Мне жаль. Передавай привет жене, ладно? Да. Сюда нельзя. Ладно, пойдем дальше. Ну-ка, что ты мне скажешь? Что там? Джеки? Так что? такой вот облом? Ну-да. Всем привет от меня. Слава богу, получилось, Дон. А как можно ворваться в дом без приглашения? И к тому же с оружием? Да не говори. Джеки, я ужасно рад тебя видеть. Джеки, мне жаль, что так все обернулось. о, бургер. Вот, та сосиска, да? Окей. Пойдем на кладбище. Ха-ха-ха-ха. Я так смотрю, мясник убирает. Господи Иисусе, Джеки. Джеки, мне так жаль, бедную Сару. А ты мог как-нибудь убрать поаккуратней? Ну ладно. Пора платить по счетам, Джеки. Стопэ, зайдем через этот проход. Радикально ничего не скажешь, ну ладно. Я просто не хочу пропустить теологии. Конечно, можно подольше с ним поговорить, но смысла в этом нет. Здоров, Джеки. Один вопрос, ответ нормально. Вот помру, а не весь дом без меня засрут. Это уж точно. Не нашла, она чего жаловаться. Этот бардак в одиночку не прибрать. А, это уже круг я сделал. Ага. Счастливо. А в втором тоже че? Все закрыто, А нет, открытое. Конечно, не слабо здесь порасстрелялись. Вот здесь убили тетушку. Классная стена. Ну ладно, не об этом сейчас. Стильно. Беги, 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 беги. Походу, сверху ничего не осталось, да, я так понимаю? Ни диалогов, ни людей, ничего. Да. Ну, пойдемте вниз. Джеки, лучше не ходи туда. Смотреть там не на что. Черт, Джейми, я во всем виноват. Профессиональный риск, сынок. Да, я... Мне очень жаль, твою тетю. Боевая была, леди. Похороны сегодня. Скоро начнутся. Ты прав. Идем. Ну, пошлите. Босс, мы готовы ехать на кладбище. Только скажи и тронемся. Пора прощаться с тетушкой Сарой. Иди вперед. Я позабочу, чтобы парни были готовы. Да. Демоническая дает щит. Я работал у этого козла, дяди Паули. И убивал время в рока. Паршивый бар. Зато какие сиськи у официантки. Раз я надрался в стельку, и вдруг слышу свое имя. Следующее, что помню, меня бьют пятеро по голове. Я валялся в больнице неделю. Со мной все время было двое. Дженни и тетушка Сара. Последний день, когда меня подлатали, тетушка дает мне клочок бумаги. А там имена и адреса ублюдков, которые меня избили. Один взгляд, и я все понял. Я не совершил ту же ошибку, что они. То есть, не оставил их живыми. Эй, опять в тихушке? Эй! Я ж поехал на похороны отвалить от меня. Опа. Я думаю, меня тачат. Джеки? Это иллюзия. Че происходит? Что иллюзия? То иллюзия ли это? Это иллюзия, Джеки! Уфига себе удар. Пошли, Джеки. Давай пройдемся. Прекрасная была служба. Все прошло хорошо, Винни? Ну а как же. Все как полагается. Долго, но мы католики любим поговорить. Знаешь, босс, мы все в восторге, что твоя штука вернулась. Но кое-кто думает, что эти нападения как-то связаны с ней и... Ну, в общем, вот. Рожай уже, Вин. Ты сам знаешь, я всегда был за тебя, Джеки. Просто скажи ребятам что-нибудь, ладно? Ты должен был умереть, но провел 4 дня в задней комнате с этим психом Джонни. И... Мы просто хотим знать, с чем мы имеем дело. С кем? С Богом? Конечно, босс. Извини меня. Ну, пора идти. Ребята будут рады, что ты цел и невредим. Ага. Ждете только когда освободится место. Мне очень жаль, Джеки. Не знаю, кто ты, но ладно. Спасибо. Да, какой-то долбанный бластелин колец в охренительной супер броне тащит Джеки прочь, выстрелив ему в лицо. Ну, тут мы, блин, как все навалились и выбили их нахрен. Да, хрен бы мы с ними справились, если бы Джеки не завалил столько ублюдцев. Охренеть, это же Джеки. Уже на ногах. Ага. Ты красивый. Я понимаю, как трудно это принять. Но теперь она дома, так, похоронена рядом с семьей. Жаль, что Дженни здесь лежит. Для тебя она была семьей. Жаль, что я нет. Она всегда со мной. Джеки, я знаю, тебе очень тяжело, но выдержав эту беду, ты станешь сильнее и пройдешь до конца. Ты должен знать, я думаю, Ох, душа, офигеть. Сюда, скорее. Че это за сила у тебя? Ну-ка, четыре. Возьми ты его. Мщу, мщу, где ты? Два-четыре. Класс! Слушайте, неплохо. Где? Кто еще? Опа! О, реликвия. Есть выборник? Ушел. Итак, одну потерял. Я не знаю, заглядывал ли ты в этот ящик. Там что, прах? Да, определенно мертвец. И я думаю, что этот мертвец при жизни был Каином. Знаешь такого? Первый сын Адама и Евы. Каин и Авель. Так вот, это он и есть. Существует две версии того, что случилось с Каином. Согласно первой, он женился на своей сестре и построил дом. И они жили в нем, пока дом не рухнул точно Каину на башку. Честно говоря, это так скучно, что я готов поверить. Но вторая теория гласит, что Каин сотню лет бродил по свету. Господь направил его на путь искупления. Один-одинешенек, вооруженный только той самой палкой-убивалкой, которую он зашиб брата, Каин сражался за избавление нашего мира от тьмы. И он весьма в этом преуспел, что неудивительно. Ведь этот парень изобрел убийство, брата-убийство и убийство на почве ненависти. Все в одном флаконе. Настоящий гений. Но гениальность не лучшее оружие против тьмы. Каин слышал о женщине, это как раз ангел. Каин выследил ее. Он хотел обрести союзника против тьмы. Но дело в том, что ангел просто злобная сука, упертая бабища. Сотни лет не смыло пятно крови Авеля. И когда ангел дунуло на Каина, то сожгла его на месте. Поскольку у меня в руках ящик с его пеплом, я склонен верить второй версии. Ага. Хорошо, что я не побежал дальше. Куда, куда? Пойди. Чувак, давай. Бей его. Разорвало прямо. Да ладно, не парься. Чувак, давай. чё ты побледнел джеки там ты побледнел убежал трус блин надо завалить это ножом он лежал тогда можно будет использовать добивание как этот добегу бегу я пущу проверю что нет артефакта надо надо 700 мало на 700 я ничего не смогу уйдай расскажем я тут давай мы что-нибудь порвём дай где ты где ты на пань блин а как еще порвать должна быть же еще какая-то способность так темы не вижу в смысле артефакта но чувствую упущу а 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 и а , и а и и да гортань бру зарезал голову ништяк так только теперь мне надо дачок билл бей все два удара господи я думал они сильнее блин я чувствую где-то я пропускаю артефакты вот чувствую прям а ярко блин должны быть артефакты я уверен что где-то профукал я не хочу провокать я не вижу его еще и дождь идет давай 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 о фиг газе позвоночник езжа тут кто то есть я его давай иди сюда иди опа артефакт я чувствовал что они где то есть это мой оружие отбирать пополам пусть пока разбирается почитаю что это пришло я не пропустил ни одной ух пока нет джеки позволь представить тебе десятой части того что мы знаем о рае оди и о том что болтается между ними как мы обо всем этом узнали но если ты читал библию то там сказано что енох ходил перед богом что это значит а хренов узнает библию не уточняет там только бах и нет еноха следующий стих вот поэтому я не читаю библию но я читаю тайну и историю оттуда мы знаем что енох действительно поднимался в рай и похоже учился там вечерней школе потому что в следующий раз мы встречаем его снова на земле уже как лучшего знатока всего таинственного и сверхъестественного как ты думаешь сколько еще людей получили приглашение посетить рай нисколько серьезно там наверху любили его так любили что после его смерти сам хозяин спустился с облаков только для того чтобы расписаться на его черепушки на языке ангелов ты видишь эти значки никто не сумел расшифровать их но если поместить череп в абсолютную темноту эти значки начинают петь очень круто звучит да давай друг позвоночник опа он здесь а а а а два я на иди сюда пасово Пасово. Так. Блин, жестоко. Выключи свой фонарик. Я не отдам тебе свое оружие. Где ты мелкий гигант? На. Люблю их разорвать. Ты куда побежал? Давай. Ты же хотел с тьмой сразиться. Дай посмотри, кто ты. Умненький был или не очень? По-моему, не очень. Ты где? А че я парюсь? Я пытаюсь. Не могу. Ладно. О, сущностей много. Так, я бы хотел посмотреть вот эту казнь. Остальное пока не так важно. Следующее, че мне пригодится? Восстановим больше жизни? Да, быстрое восстановление. И пойду качать, наверное, патроны. Надо посмотреть еще одно убийство. Пошли посмотрим. Дай тебе крылья, да? Да. Давай, че там? Три. О, жесть. Да, и он справляется. Ты куда ушел? Ты что, он против моей брони заразится? Зря ты так думаешь. Блин, я хотел порвать его. А вот это же, господи, больно бьет. Опа. Опа. Где, где? Все? Не ожидал, да? Ты просто упаковка для тьмы, стакану, оболочка из кожи и крови, ничтожный носитель великой тьмы. Убей его. Давай, убей меня. Ты же хочешь этого. Еще как. Вот моя награда. Я принимаю страдания во имя братства. Мелкий там провоцирует его. Давай, втащи ему. Он у ворот ада. Ты помнишь врата ада, правда, Джеки? Сколько воспоминаний, а? Приходи навестить нас. Мы ждем тебя. Врата ада? Вот, спасибо. На. Да что за разбытость? Фаталити. Прям реально жестоко. Первое убийство человека что-то вроде откровения. Ты узнаешь кое-что о себе. Не то, какой ты плохой, на что способен, или подобную чушь. Ты поймешь, сможешь ли заснуть, или не сможешь. Переживаешь ты, или нет. Впервые я убил в 16 лет. И все ночи после я спал как дитя. Чёртов маньяк. Всё нормально, босс? Наверное, было сохранение. Давайте на этом закончим. Если что, там продолжим с этого места. Так что, всем хорошего времени. Всем до следующей серии. Всем пока.